Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Александр Гамоля. Добрый день. Напередо Дневрея Дежанейра погас огонь 31-й Олимпиады. Белорусы выступили на этих гульнях годно. Сборная нашей краины официальным медальным залейку заняла 40-е место. На рахунку наших спортсменов 9 узнагорода. Одно золото, по 4 сребряные и бронзовые медали. Приятно, что третья до гульной колькости на рахунку представников Гомельской области. Поспехово склалась Олимпиада для представников боротьбы. Як вольный, так и гракорымский. С трех завоеванных на бразильских диванах белорусских медалев два належат спортсменам из нашего региона. С початку Джавид Гамзатов стал бронзовым призером. Выхованец Мазырской школы боротьбы узайшов на пьедыстал гонором уз поборнствах по греко-рымской боротьбе. У ваговой категории до 85 килограммов. Нешаканностью для болельщиков, а ли не для специалистов, стала сребра у радженки поселка Зябровка Гомельского района Мары и Мамашук уз поборнствах по жаночей боротьбе. Девичая чемпионка Европы ехала на Олимпиаду выключена за медалем. И пожадана золотым. Крыху не хапила. Нале у молодой спортсменки все еще напереде. Марыя паутарыла поспех своего тренера Сергея Смаля, який в 1992 году в Барселоне стал другим у олимпийских споборнствах по вольной боротьбе. Может быть для кого-то неожиданно, но для тренерского состава, который постоянно уверял нас в том, что это перспективная молодежь, в том, что за ними будущее, она показала, что сегодня в Гомельской области есть хорошая школа борьбы, есть замечательные тренера, которые доказали на этих олимпийских играх свой профессионализм, свою работу. При том, что два представителя Гомельской области взяли медали именно в борьбе, наверное, это очень хороший показательный результат. Не меньшим золотым по значению можно смело лечить бронзовую медаль жаночей байдарки-четверки на 500-метровце. В отсутности на олимпиаде за дисквалификацией мужчинской команды по весловании на байдарках и каное, девчаты повинны были выступить и за себе, и за их, и за всю Украину. На того же не поехал Урея и их тренер Геннадь Галицкий. Однако Маргарита Махнева, Надея Лепяшкова, Ольга Худенко и Марина Литвинчук на перакор усим неприемностям с задачей справились. В финале белорусские соступили только признанным шматгадовым лидерам – венгеркам и немкам. Хорошее выступление, достойное, девочки молодцы, справились с своей задачей. Дело в том, что на них лежал очень тяжелый груз, им нужно было за всю сборную команду выступить, они это понимали, и я считаю, что повторение лондонского успеха – это же олимпийские игры, поэтому любая медаль, она очень ценна, было очень много проделанной работы, поэтому, конечно, немножко, может быть, это слегка расстроились девчонки, если финиш это было видно, то есть ожидали, я думаю, серебро ожидали они. Для Липяшко Худенко и Литвинчук – это олимпийская бронза, другая у карьеры. В 2012 году в Лондоне белорусский квартет, где разом с ними выступала Ирина Ганчук, так само стал третьим. Для Махневой – это олимпийская медаль, первая у карьеры, и у полной меры заслужены. У нее не все сразу получалось. Ее преследовали постоянно какие-то неудачи, какие-то порой даже казусы, когда она отбиралась на международные соревнования и по техническим причинам, а именно отсутствие документов, не позволило ей съездить. Как она готовилась, серьезно готовилась, была в неплохой форме, и болезни преследовали, не давали. Далеко не сразу она попала наверх, даже в сборную, когда уже стала мастером спорта, когда уже отбиралась команду, еще были проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, она сумела пройти этот путь и доказала, что каждый имеет право на свое спортивное будущее. С Лондона в 2012 году гомельские спортсмены привезли два медали – бронзу и сребро. И все сдабыты у Веславанни на байдарках и каное. На Олимпиаде у Рея медаля уже три – больше и вида у спорту. До Веславанни добавилися вольная игрока-рымская боротьба. И калибда с поборництву допустили в Весля-Роу, то могло бы быть и больше. Между тем, можно смело сказать, что эти гульни у наших спортсменов отримались. На Олимпийский пьедестал поднимались 12 белорусов. И половина из них представляли наш регион. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазир». На выходных в «Гомеле» начал курсировать поэтичный автобус. Такие оригинальные проекты «Год культуры» и напередине дня белорусской письменности для жихаровых гостей областного центра подрактовали суместно супрацовники открытого акционерного товариства «Гомель Абл Аутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина. В первый рейс отправились наши корреспонденты. Перед отправкой этого не совсем обычного поэтичного автобуса организаторы к их ухвалюются. Признаются, что очень хочется, чтобы их совместный творческий проект граждане оценили по вартости. С идеей запустить по городским маршруте автобус, который знаменит уже хоров и гостей областного центра с поэтичными творами белорусских классиков, выступило керавництво открытого акционерного товариства «Гомеля Бал Аутотранс». Супрацовники областной универсальной библиотеки имя Ленина задумку подтримали с энтузиазмом и допомогли реализовать проект в житё. Нашими специалистами был подготовлен инициативный материал. Мы работали в основном с классиками белорусской литературы, с поэтическим материалом. Якуб Колос, Янка Купала, Максим Танк, Максим Богданович. Прокатиться у тематично оформленном автобусе гомельчане мают махчимость на самом протяглым у областном центре маршруте номер 20, «Старая Волотова, Медгородок». У Солонияны подшуют верши знакомитых белорусских поэтов у выконаний супрацовников областной универсальной библиотеки имя Ленина, которые являются артистами Одинного Украин библиотечного театра «Гороки». Якуб Колос, образы милого рода на краю, смуток и радость моя, что мое сердце на вас порывает, шин, так прикованный я. Меж тем, спиняться на досягнутым организаторы не сбираются. И они плануют развивать и удосконаливать свой проект. Например, мают намер забеспечить поэтический автобус тематичными друкованными материалами, а коли проект горожанам сподобается, запустить подобный арт-транспорт и на иншие маршруты. Так само супрацовники открытого акционерного товариства «Гомель Абаллаутотранс» и областной универсальной библиотеки имя Ленина запрашают до удела у проекте у сих необыяковых дородной литературы. Приглашаем к сотрудничеству нашу творческую интеллигенцию города Гомеля, области, для того, чтобы поэты, молодые поэты, несли в массы свое творчество и пропагандировали белорусскую поэзию, белорусскую литературу. Организаторы сподяются, что этот оригинальный проект для жихаров и гостей областного центра станет приемным подарунком у год культуры и до дня белорусской письменности. До речи аналогичный поэтичный автобус в худшем часе начнет курсировать и в Рогачеве. Его маршрут будет пролягать прозу весь город. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Мазырским школьникам подчас летних каникулов пропоновали стать удельниками проекта «Беспечные каникулы». На протягу трех месяцев зимой займались инспекторы ДАИ, выратовальники, супрацовники, осводы и наставники. Олег Сентюров подтекавился под обязанностями. Сегодня-то подраховку школ до нового научного года на Гомичине завершили на утрене, чем плановалось, но сделать ремонт в классах – это еще не самое главное. Главное, как первого века, дети пришли сюда живыми и здоровыми. Статистика свечи, динамика детячего дорожно-транспортного травматизма имеет тенденцию до повеличения. Когда за 7 месяцев минулого года в Мазырском районе ранения в ДТЗ отримали двое неполнолетних, то все лет опять плюс один загинувший, чего летать в уголе не было. Сучастные дети у первоважной борщисти вельми активные, али при этом неуважливые. Не просто нагадать им правила беспечных пободин, али и притягнуть школьников до активного удела в проводимых мероприемствах. Головная задача проекта – беспечное лето. Мы разработали 6 дней недели. Каждый день имеет свою направленность. Один день называется спортивный день, второй день называется день общения с детьми, третий день называется день психологической разгрузки и так далее. И в каждые из этих дней наши дети посещают различные объекты. Прибежишь в среду, будут спортивные мероприятия. На любой горный комплекс, на любой спортивный зал тебя примут и тебе не откажут. Если ты пришел во вторник, будет встреча с какими-то интересными людьми. Мелом на асфальте – это небавление часу, одна из акций, проводимых в рамках проекта «Беспечное лето». Школьники малыших классов про смолюнки передают свое, бачи необеспечных поводин на дороге. Водитель, поважая пешехода, сябруется светлофором и пешеходный переход. У теории они добрые ведут правила дорожного руха, но на практице часто об их забываются. Яркие такие рисунки большого формата, они, возможно, где-то отлаживаются в голове в виде образов. И лишний раз, когда какая-то может произойти ситуация, он может вспомнить, вот я рисовал рисунок на такую тему, вот мы встречались с учениками, с учителями, вот у нас было такое мероприятие, и вспомнит, что им рассказывали. Проект «Безпечное лето» пилотный, сегодня он проводится в Мазыре у Першиню. После его закончения в районном отделе адукации обещают провести детальовый анализ при необходимости унести коррективы и в наступном году вернуться до его снова. Алексей Тюров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель» с Мазыра. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» черговые передвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты представников национального схода Республики Беларусь 6-го скликания. С 19.01 до 19.20 у эфиры выступлений кандидатов по Житковицкой окрузе номер 39. С 19.20 до 19.50 до выборщиков узвернуться кандидаты по Светлогорской окрузе номер 46. Нагадаем, выступлений выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усяго доброго и до сустречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин